Операция «Кавказ-2016» требует в сжатые сроки разыскать максимально возможное число военнослужащих, самовольно покинувших части. Правоарханителям с недавних пор стало проще вести розыск. В прошлом году появилось специальное подразделение – военная полиция. Скольких дезертиров удалось поймать, расскажет Артём Лепёхин. Добрый день. Я являюсь военнослужащим военной полиции. В зелёной форме с красным беретом. Форма для многих незнакомая, но уже узнаваемая. У военных полицейских – пик спецоперации по поиску дезертиров. По соседству Лисицын Василий Андреевич проживает. Вы давно его видели? Ну, как вы видели? Лисицын Василий Андреевич. Ты проживал, когда-то? Может, год там назад? Или как? Если есть информация о нахождении беглых армейцев, машина военной полиции будет где-то рядом и день, и ночь. Военные полицейские помнят те дни, когда их называли комендатурой. С прошлого года это полноценное правоохранительное ведомство – полиция. Вот только преступники здесь так или иначе связаны с армией. В рамках данных мероприятий будут задействованы наши сотрудники в гражданской форме одежды. Мы переняли опыт сотрудников МВД о данном вопросе. В картотеке Астраханской военной полиции 20 дел. 20 военнослужащих, которые самовольно покинули расположение вооруженных сил. Цифра небольшая, но требует кропотливой работы. Есть, например, в этом списке те, кого разыскивают уже более пяти лет. Бывают такие вот нелепые случаи, что, например, военнослужащий как бы уже уволен и не знает о том, что его разыскивают. А потом приходят сотрудники полиции, либо наши сотрудники, говорят, ну вот вы в розыске числитесь, потому что вы во время, когда служили в рядах вооруженных сил, вы совершили преступление. Мы проводим проверку этого адреса уже третий раз. Военнослужащий находится уже три года в розыске. Мы разыскиваем Харитонова Андрея Михайловича. Вам знаком такой товарищ? Я ничего не понимаю. Харитон. Военные полицейские – хорошие психологи. Первым делом обращают внимание на реакцию собеседника. И может быть кто угодно – родственник, сосед или случайно прохожий. Андрея Харитонова? Нет, по-моему, нет. Не знаете такого? Харитонова? Андрея Михайловича. Я даже фамилию. Фамилию только я даже не знаю, что Харитонова. Малейшие подозрения опрашиваемым берут по наблюдению. Для розыска все средства хороши. Истинная удача – застать врослог самого дезертира. Но так бывает очень редко. Харитонов! Стос! В зависимости от характера побега, военнослужащему Сочи грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Войны полицейские утверждают – лучше вовремя сдаться. В таком случае строк могут сократить до условного. Артем Лепехин, Руслан Асанов, Центр новостей. До открытия второго Каспийского медиафорума осталась одна...